МОТОЦИКЛ Пообщаться с себе подобными, ну и как-то двинуть мотоциклизм в массы, это, ну, есть мое желание, укоренившееся с годами. В Котласе такие мототусовки начали практиковать 17 лет назад. Сначала около десятка любителей мотоциклов собирались стихийно. Когда к движению присоединилось более полусотни байкеров, их праздник обрел поддержку госавтоинспекторов. И теперь они сопровождают шумную колонну во время езды по городу. Это неотъемлемая часть открытия каждого мотосезона. В этот год число участников бьет все рекорды. Примерно около 150 единиц техники сегодня. Участники из Санкт-Петербурга, Вологды, Сыктывкара, Великого Устюга, Коряжного, Мочегодский, все приехали к нам в гости, чтобы хорошо провести время. Хорошо провести время смогли не только байкеры, но и зрители, ведь в первую очередь для них существует еще одна традиция праздника. Конкурсы на мотоциклах. Их было несколько. Громкий выхлоп, кидание покрышек, медленная езда, оригинальная самоделка. Впервые был организован конкурс на квадроцикла. А, пожалуй, самым веселым этапом стала езда с зажатой во рту ложкой, на которой лежит куриней. Мне понравилось, что приехало очень много байкеров, потому что не каждый год такое количество приезжает. Понравилось, что наши городские мальчики тоже приехали, поддержали их. Мне очень нравится. А вот традиция выводить в свет мотоциклы советских лет, похоже, отмирает. 18-летний Никита Старцев из Шипицына чуть ли не единственный, кто приехал на шоу на стареньком, но крепком Урале с коляской. У меня папа ездил, дед ездил. Я, наверное, продолжаю эту традицию. Мне нравятся все-таки такие мотоциклы, что Урал очень отличается своей проходимостью и прочностью. Так что я лучше на своем, как и на родном. Организаторы, ветераны котловского мото-движения признались, на свой байкерский первомай приглашений не шлют. Мотоциклисты всей страны знают, что праздник обязательно состоится. И сами приезжают на него. Так постоянный участник Борис Ильин на этот раз показал свое детище и гордость. Вот этот трайк. Чудо техники, сконструированное из мотора от 99-й и нескольких мотоциклов, победила в номинации «Лучшая самоделка». И в конкурсе на самый громкий выхлоп, так как по пути из Сыктывкара в Котлас у трайка отвалился глушитель. Самую большую разгонял пока 120. Пока еще бацикл не проверенный, первые покатушки. Больше как бы еще не ездил. Ну и зависит все от дороги. Дорога хорошая, он едет. Дорога плохая, он не едет. Борис истинный фанат двухколесной техники. Его жена, дочка и зять тоже байкеры. Но таких, как он, на этом празднике немного. В основном мотосезон открывают любители. В обычной жизни эти люди носят костюмы и галстуки, работают в офисе. Но каждую свободную минуту они проводят на мотосайтах и ждут не дождутся, когда стает снег, чтобы наконец-то облачиться в кожу и выбулять своего железного коня. Душа радуется, когда сидишь на мотоцикле. Эйфория, когда садишься на мотоцикл. Красота, все, свободное движение. Геннадий Прокопьев из Великого Устюга самый старший участник праздника. Ему 67 лет. Любопытно, что мотоциклом мужчина обзавелся только выйдя на пенсию. Зато теперь это его любимое хобби. А встреча Первого Мая в Котласе – традиция. Не стали байкеры нарушать еще одной традиции. И после конкурсной программы отправились в церковь, чтобы осветить свои мотоциклы. Ну а завершился этот шумный Первого Мая байка вечеринкой.